вот так решили расслабиться с танюшкой такой у нас шампусик маленький по шампусику рафаэлки зефирчик клубничка и камильфо вот ну а что да таня тебе там удобно сидеть да да хорошо ну что ребята открываем мы сначала одну попробуем они разные до упрощенный вариант пробкой это это брют да это полусладкая да по чуть-чуть лей лей наливай наливает себе наливай себе побольше мне хватит как утрограмму ну вот и наливай вот так шипы что померяемся то тут чуть-чуть ну девочка моя я хочу чтоб у тебя все было хорошо вообще по жизни мне конечно бы хотелось чтобы ты была здесь была рядом была недалеко можно не ты же одна хочешь то я знаю все хотят нашу таню все хотят потому что с ней весело потому что с ней жизнь бьет ключом в такую и ты хочешь так на начинай лиза вот ну мы бы да если бы таня захотела мы бьем участок выдели под строительство дата не и долго помогли там постройки но какой-то там дощечку может прибить или что только она осталась но к сожалению да ну ничего как будет да таня будет да потому что жизнь иногда преподносит такие сюрпризы что мама дорогая только держись до загадывать вообще вообще ничего нельзя до живешь одним одним днем да и все так что может еще все поменяться то построите дом заберете маму ну дети то конечно не захотят поехать ну может даст бог будет свободное передвижение между нашими странами да да ладно огонь огонь мышь пьем шампанское да 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 вот у нас тут и клубника в общем газика мне не столько много как-то в том шампанском но все равно ну и хорошо что немного а то потом шампанское но это блюд блюд это чё таня кубань это кубань же до кубань краснодарская тайн с клубничкой бери вот эту самую спелую ну а сладкая сладости не очень но не сладкая но клубникой пахнет ну да но не сладкая надо прикуску с конфеткой да Ну, по крайней мере, хоть что-то пахнет. Мы с Таней все собирались, собирались посидеть, посидеть. Да, Таня? Да. И все никак у нас не получалось. Все, просто вечером ужин у нас получался поздно. Да. Обед. Тоже разное время. Тоже как-то вот. И вот только выбрались посидеть. Ну, может быть, и кстати. Ну, что. И хорошо. У нас там есть еще мороженое, но мы уже не стали мороженое ставить. Так, куда его уже? Куда его уже. Вот это вкусное. Крем-бруле? Угу. Давай на пополам. Леша полюбил крем-бруле, вот пускай кушает. Вот, с таким сладким. Здесь ленькое шампанское. Под это, да? Шампанское с зефиром, конечно, не пьют. А мы пьем. А что не пьют? Ну, закусывают или коньяк. Коньяк тоже хлебом с маслом не закусывают. И огурцами солеными. Ну, иногда можно. Иногда можно, да. Иногда бывают ситуации. Да. И вино литражами. Помнишь? Литражами? Да. А помнишь, как мы поехали на Бам? Как переплывали? Степи мы вина брали. Так это когда было? Ну, шо? Это, боже мой. Боже, страшно подумать. Лет 30 назад. Да что за 30? Да сколько? Угу. Что, 30 лет назад? Ну, если Пашке уже будет, он 38. Подожди, а тогда? Даже какой? 39, Пашке уже будет. Зарковник. В этом году, да? Ага. 1 октября, да. Да, Таня. Во время летит. Да. 30 лет так, фух. Да? И смахнула. Как корова языком связала. И не жил. Да, ну, так мама тоже всегда говорит. И не жили. А время пролетело. На. Вкусный зефир. Вот этот привкус. Вот она вот. Вот она самая лучшая. А, пломбир еще. Еще пломбир. Не, бролей. Зефир пломбир. Угу. Да, с брютиком очень хорошо. Поехали. Махом. Потому что долго рассиживаться не можем. План работы. Нас ждут дела. Да, Таня? Мы повеселели. Да? Да, Таня? Да, Маша. По чуть-чуть. Вот. А тебе меньше останется. Не? Ух ты! Прям глаз алмаз. Я. Ну, как-то так. На разливе проработала с губой. Это уже сладенькая. Кубанская. Кубань, привет! Привет вам всем. И вообще всем привет. А у тебя же тоже есть тут пищи. Да, есть. Пишут мне. Да. Немножко грустно. Танюшка уезжает. Не крестянуши. Не крестянуши. Да. Ну, ничего. Зато теперь мы будем ждать. Мы будем ждать ее опять. Да? Правда? И ты будешь. Будешь ждать Таню? Да? Да? Девчоня. Или ты грустишь уже? Юрик уехал. Она легла. Притихла. Так вот загрустила. Моя девочка. Да, девчуля моя. Красотуля. Она в бане такая чудная. Да. Жарко, да? В бане. Да. Она любит мыться в бане, да? Да. С удовольствием идет. Да. Вообще удивительно просто. Надо, да, да. Налить? Гладить надо. Гладить надо, ну. Ладно. Давай, Танюшка. Это попробуем. За нас. Ну, Лиза. Ну, это вкуснее, потому что слажа. То кислое было. Да, а мне тоже больше понравилось. Все равно это с кислинкой. Ну, полусладкое же, да. Тебе то больше понравилось? Да. Хотя все время, ну, как бы на Новый год, да? Мы все время покупали это. Советское шампанское, харьковское, полусладкое. Харьковское вкусное. А раньше вот было сладкое шампанское. Сейчас нету, не видела нигде. Вообще вот даже в Москве вот это, люди предпочитают пить сухое, полусухое, полусладкое. Сладкого мало. Даже когор не тот. Нету столько сладости, 16 этих самых. Сахара нету. Редко, когда там, ну, есть, конечно, понятное дело, но все равно. Да, не ладно. Для нас уже, Таня, чем его меньше, тем лучше. Согласна. Согласна. Коля любит сладкое, верно. Чтоб там была и крепость, и сладость. Таня, бери конфетку. Вот как-то коверик мне. Бери куриничку. Куриничку я, да. Топчи, Таня, топчи. И зачем мне это надо? Это надо. Это же у нас не просто так, а у нас мы же сидим культурно. Сегодня можно. Это вообще, в этой вообще сладости нету. Вот уж ты мне предложила первый раз, ну, сладость была, в этой нету вот вообще. Запах и... Ну, вкус, вкус клубничный есть, и ладно, и хорошо. И сознание того, что ты ешь клубнику. Скоро у нас вырастет клубника. Уже есть эти бубончики. Цветочки. Твести скоро будет, да. Уже... Надо уже выключать. Да? А, 20 минут уже, да. Так что, пойти выключить? Да, Маша. Ну, давай, пойду выключу. Я думаю, да. Уже ей достаточно. Там запах чой есть, потому что... Слышала? Шкварчала. Сбежала. Немножко. Ну, я думаю, что хватит. 20 минут достаточно. 20-25 минут, вот. Надо хлопцам оставить, да? Ну, ладно, поделимся. Поделимся с ними. Да? Шо и тебе? Зачем? Таня, камильфо. Берет. Та-да. Они не ручной работают, нет? Наверное, нет. Нет. Ну, что такие дорогие, не знаю. Может, ручной. Надо почитать. Мне на 8 марта подарили тоже. Большая такая коробка. Мой работодатель. И каждая конфета разная. А, камильфо, да? Нет. Это какая-то... Да? Ну, у тебя такие дешевые конфеты твои работодатели не дарят. Я знаю. Надо снять. Ну, я сниму и покажу. Если у них тапочки за 15 тысяч. Уже это не надо. Почему? Ну, не знаю. Не, ну, наверное, не смотрят. Ну, конечно, не смотрят. Ум, надо какой-то деревенский канал. Неправда. У тебя хороший канал, Маша. Мирна, наши... Знаете, вот, звоню редко. Но в курсе всех событий. Кому, ты скажи. А, машине, машине. Звоню редко. Обычно она мне звонит, что что-то там, этот самый, соскучилась туда-сюда. На выходной. Ты на работе? Да, на работе. А, ну, ладно. Ну, ладно, говорю, еду. Говорю, могу поболтать. Это когда дома? Могу с ней поболтать. Не, ну, в принципе, я же на работу хожу где-то на 10, на 11. Но это еще доехать надо до работы. Самое больше до работы ехать, наверное, час 45. В одну сторону. Да. Автобус, метро, автобус. Вот так. Не, ну, в принципе, можно было пешком бы, как бы, от дома до метро доходить. Но я из-за того, что время экономия, экономия времени просто. Потому что утром встал туда-сюда, мацион, кофе, собрался и пошел. Или еще какие-то дела, если есть время, какие-то дела дома по делу. А потом на работу. Да, очень-очень много занимает дорога времени. Конечно. Так жалко этого времени на дороге. В дороге, вернее. Вообще. И думаешь, шутер. Туда полтора часа, да, вот час 45. Ну, грубо, полтора часа. 45 и 45 это уже сколько? 90 минут. Полтора часа. И еще два часа. Три с половиной часа. Да. Три с половиной часа занимает... Это только дорога. Каждый день. Ну, не каждый день, там, ну, плюс-минус. Ну, и что, каждый день суббота. Суббота и... Лешик, хочешь угоститься клубничкой? Какой? Какой? Такой вот. Со своей ляпки. Мы с Машиком уже, да? Мы уже, да. Уже, да? Да. Бери, за хвостик бери. Вон, большую бери. Глянь, какая. Ага, что-то есть. Что-то есть клубничная, да? Лешика, не видно, жалко. Заглядь, Лешик, вон туда. Пробую. Не сачкует. Вот, вкусно. Лешик смакует, так смачно. Да, он, ну, умеет. Ну, что, по Рафаэлке? Давай, Таня. Ну, чтобы все попробовать, да. Рафаэлю? Да, была бы у нас большая бутылка шампанского, мы бы посидели подольше, да? Да. Ну, ладно. Потом. В следующий раз, да, Таня? Побавлю на себя шампанский. Кстати, два этих пункта мы уже выполнили с тобой. Какие? Что намечали вчера? А что мы намечали? Хачапури. Хачапури. И шампанское. Вкусно пахнет. Да, вкусно пахнет. Да. Еще бы. Невкусно пахло, да? Да. Все полезные продукты. Один килограмм творога, полтора килограмма сыра. Не, ну а что? Кокосик. Кокос. Кокос. Коконат. А, мне девочки привозили с Индии. Как-то этот, уезжали. Ну, еще в прошлом году или позапрошлом. Девочки, позапрошлом году. Кокос. Я же думала, что он такой, как у Тута. А он не такой, как Тута. Не такой? Нет, конечно. Он зеленый привезли. Вот зеленый. А, тот, что продают? Обманывают? Коричневые. Ну, вот здесь уже спелый, полностью спелый кокос. А там вот этот зеленый, только, короче говоря, раз этот самый его. Ну, открываешь. Там даже, я уже и не помню. Ну, это было год назад или полтора года. В общем, ладно, неважно. Там нету вот этой белой штуки. Там просто молоко кокосовое. Все. Он не поспевший. Да? Да. А молоко вкусно? Ну, ничего, нормально так. Да? Можно. Они там с дерева его чик, дырочку чмяк, и все. И трубочку швот? Да. Хлобысь и выпили. И все, они не едят вот тут что-то. Ну, там вообще нет вот этого вот. Там ничего есть. Оно зеленое. А вот эта структура, вот эта зеленая, они же обчищают его. Да, да, да. И типа, наверное, как-то доспевает оно. Что внутри образуется вот эта белая кокосина. Точно так, как, наверное, это грецкий орех, да? Сначала такую там непонятно что, потом такой молочной спелости, такой молочный вкусный. Как вы кокосы собираете? Мы их не собираем. Ветер дует, говорит, они падают. А если, говорит, ветра нет, значит, не урожай. В общем, самый цимус ветер, да? Ветер есть, кокосы есть. Ветра нет, кокосов нет. Не урожай. Ну, вот так. Лешик, выключи отопление, а? Жарко. Вообще выключи? Вообще выключи. Вчера мерзлый, сегодня жарко. Вчера какой был холод, да. А сегодня вот так вот. А сегодня прям погода такая. Знаешь, как говорится, отверстили через два дня. Не, ну будет дождик, ну будет тепло хоть, Лешик. Да. Да. Получики нахалили. Может, кофейку им сделать? Спроси. У нас там ребята приехали, гараж делают. Да. Ой, как хорошо сидим, Таня. Ой, нету слова. Не хочется вставать. Рафаэлла тоже класс. Да, Рафаэлла тоже класс. Есть кубника даже. Не пробовала никогда. Это же еще не пробовала. Не пойдешь на улицу. Лешик. А? Крем-брюле. Зефир. Не, я очень могу. А ты не пробовал зефир? Сейчас я, ребята, могу. Не, классная вещь. Вот это, да? Скажи. Этот. Помпа. Помпа эта. Да? Лешик не хотел. А скажи, как удобно. Правда, Лешик? Ну, еще, еще, еще наливай. Все всегда, ноу-хау какие-то, все всегда тяжело входит. Сейчас, пожалуйста, прошу. Давай. Пока мы здесь, мы сделаем, да, Таня? Да, Бо, мы собираемся на уличку. Бо, мы собираемся. Забыл, я тут надо было тапки мне купить. Тапки? Весенние. Ну, голос. А эти одел там все было. Старые? Старые все. Там она вся вот так. Ну, в четверг. В четверг поедем. В четверг поедем. Вот такие надо тебе купить, как у меня, вот те, синие. Крок вообще на ноге не слышно. Да, с дырками. Кроксы. Я ее с дырками не люблю. Лешик, ты, вот ты всегда вот так вот говоришь, пока не попробуешь. Да. Там мороженое-то тоже. Ага. Коробка из кореновки. Да нет, я не люблю. Я такое не люблю, я есть не буду. Пока не попробуют. Лешик попробовал все. О, вкусно. Ну, мы же говна не предложим. Да-да. Какашку какую-то. Мы же уже пробовали, перепробовали. Ну. Да, советуем то, что надо. Да, да. Не, ну я реально не посоветую людям какашку. Всегда говоришь о чем-то там это самое. Да. Ну, если какашка, так какашка. Если какашка, так какашка, да. Ну, вот масло, да, я тебе говорила, вот масло пятерочки. Да, да, пятерочное. И пятерочное, красная цена называется, да? Хорошая масло. 72 процента. Семьдесят, ну, то 79 рублей, у них там то акции, то еще что-то. Нормально, оно действительно вкус, вот масло, как раньше было. Ну, вкус они подгоняют, конечно, этим. Ну, может, стабилизаторами, всякими. Но все равно нормальное оно. Ну, Вологодскому уступает только в натуральности, как бы. Но по бюджетному варианту очень даже хорошо. А сейчас где найти натуральное станет? Да, ну, я тебя умоляю. Только вот в деревне. Да, как у себя. Вот из сливок взбило масло, вот это вот натуральное масло. Да. И то, мы к нему не привыкшие, оно такое ломкое, такое, вот крошится так вот. Но все равно, ну, оно вкусное, конечно. Оно другое. Ну, и натуральное. Оно совсем другое. И по консистенции, и по вкусу даже. А сметана, когда через сепаратор. По вкусу не такой выраженный вкус, не такой, как у магазинного. Потому что там вот эти все стабилизаторы, там добавки вкусовые всякие. Да, да. Ну, одно то, что вот сознание того, что это натуральное, это. Да, Таня? Да, Ваша. Но я тебе хочу сказать, вот это масло, которое, ну, красная цена, ну, слегка немножко уступает вкусвиловскому. Ну, я что, ну, пробовала на работе, готовили девочки, покупают же, вкусвиловское масло. Ну, слегка уступает, чуть-чуть там прям. Все, шампанское закончилось. У нас даже смирь с тобой. Да. У нас теперь с тобой и прически одинаковые. Да, девочка, это сказала, клоун. Клоун. Не клоун. Не клоун, клоун. Клон. Без У. Да, Таня. Ну да. Не оперируйте буквами, да? Да. Ладно. Фух. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, и ладно. А, ну, и ладно. Ну, и сидели. Да. Вперед на мины. Вперед на мины, да. Ланы. Да, вперед. Расслабились чуть-чуть. Да, сейчас надо... На работу, на работу, на работу. Это уже с завтрашнего дня, Таня. Что завтра? Да, завтра турник. Завтра турник. Ой, самый страшный день через две недели. Почему? Да там в квартире просто много статуэточек, много всего такого. С опаской убираюсь, боюсь не разбить. Да. Да. Там как музей. Квартира как музей. Ну, ничего. Знаешь, есть квартиры, которые... Ты, наверное, вот так вот уберешь эту квартиру и выдыхаешь, да? Да. На полторы недели? Или на две? На две. Ну, раз в две недели, да, я к ним ухожу. И выдыхаешь. Да, я боюсь там что-то разбить. Вот уж, что я разбила ухо у собаки. Разбила ты, что мне знаешь, как ты это самое, переклампываться во меня. Там собака? Да, я представляю. Статуэтка такая. Собачка. Ты интерьерчик. Ну, не. Чихуа-чхо. 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 Чихуа-чхо с золотой какашкой. Да. Какашка отдельно золотая и тут чихуа-чхо. Чихуа-чхо с золотой какашкой. Ну, если медведи уйти по 98 тысяч, а их 12. Да, по всей квартире, ну, квартира 180 квадратов, а их 12, хотела сказать, 12 человек. Только больше. Помнишь это? 13 медведей сидят и курят марихуану. Это в интернете есть такой прикол. Этот ролик, да, в новостях рассказывают про 13 медведей. Можно даже набрать и вот 13 медведей и там уже, наверное, выдаст. Ну, вообще, курят марихуану. Мы стали и уржались просто когда-то. Да. Из этого ролика это просто мы вдохнуть не могли, так и ржали просто из этих медведей. Ну, а там 12, правда, они курят, но стоят. Не, ну, правда. А тут 13 медведей сидят на краю леса и курят марихуану. В Сибири, да? По-моему, за Сибирь она рассказала. Не, это же в Америке, американские новости, но только на русском языке, вот где-то в Канаде, что ли, вот там. Да? Да, русские новости. Надо пересмотреть. Ну, в общем, какая разница, какие медведи на главах курят марихуану. Ну, это просто ржать, просто ржать. Так они сами ржали в этом. Ну, да, она же ведет новости, она не может прочитать новости, потому что ее смех душит, она сама ржет. Да. Ой, ну, короче, это надо посмотреть. Да. Прикольное такое. Просто набрать в этом, в Ютубе, вот, 13 медведей, и вам сразу выдаст там, ну, новости эти. Недавно ее показывали в этом, я видела. В программе какой-то. Тоже она, оператор, это же все оператор заснял. Вот, готовили новости, а тут такая новость про медведей, которые курят марихуану. Не, ну, они на самом деле не курили, но, ну, в общем, это надо посмотреть. Да, 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 словами не рассказываешь. Ладно, ребята, мы закругляемся. Да, Таня? Да, наша. И пойдем заниматься делами. Все. Все. Спасибо. Все, Людка. Шейбанула вашего папку. Любовь и голуби, если что. Спасибо за компанию.